Фактическая аффилированность 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 для и собственников бизнеса, менеджмента, и для юристов, и, в общем-то, для всех, кто участвует так или иначе в делах о банкротстве. Значит, давайте теперь остановимся, наверное, в том, когда применяется, в каких ситуациях применяется вот этот термин фактической аффилированности. Значит, на сегодняшний момент фактическая аффилированность рассматривается не только в спорах о включении требований кредиторов в реестр требований, что, в принципе, наиболее распространенный случай, но также применяется и при рассмотрении вопроса о кандидатуре арбитражного управляющего на ту или иную процедуру. То есть есть решение судов, когда, говоря о заинтересованности арбитражного управляющего, и когда суд отказывает кредитору, например, в назначении кандидатуры, предложенной кредитором арбитражного управляющего, также применяется вот это понятие фактической аффилированности между арбитражным управляющим и должником. Соответственно, здесь тоже есть такие ситуации. Также есть ситуации, когда это же понятие применяется при оспаривании сделок в банкротстве. То есть когда мы говорим о том, что, соответственно, сторона по сделке и должник, заключивший эту сделку, являются аффилированными лицами, и это является одним из, соответственно, согласно закону о несостоятельности, основанием для признания судом недействительными этих сделок, тоже применяется фактическая аффилированность. То есть у нас, по сути, в трех ситуациях в делах о банкротстве это понятие очень активно сейчас судами применяется. Какие же критерии? Ну, на самом деле, критерии, основных критерий, вот так вот, глобально их два. Первое – это общность экономических интересов. Под общностью экономических интересов мы сейчас чуть дальше перейдем, посмотрим, как суды трактуют эти ситуации в каких-то конкретных делах, в практике, в том числе Верховного суда. Ну, общность экономических интересов, понятно, может доказываться различными способами, и речь идет именно о том, что когда существует, ну, прежде всего, это часто распространенные ситуации, когда существует, так скажем, неформальная группа компаний, которая фактически не связана ни какими-то договорными обязательствами, не владением, там, акции или долей, то есть нет юридически оформленной холдинговой или какой-то иной структуры, структуры дочерних обществ. Эта группа компаний, по сути, такая неформальная, но, тем не менее, она связана общими бенефициарами, и вот здесь возникает эта общность экономических интересов. Это один момент. И второй важный критерий – это то, что сделки, которые являются предметом рассмотрения судом, то есть либо при включении требований в реестр, требований кредиторов, либо при оспаривании сделки, эти сделки заключены на недоступных для других участников рынка условиях. И вот это очень важный момент, его, мне кажется, принципиально тоже запомнить, потому что, ну, не любые аффилированные кредиторы, и об этом, кстати, дальше поговорим там по вопросу о субординации, не любые аффилированные кредиторы, их требования либо не включаются, либо субординируются, да, в реестре требований. Тут речь идет именно еще и о характере самих сделок. Теперь, что нужно также отметить, какие важные моменты, говоря о фактической аффилированности. Доказательства фактической аффилированности. Сейчас применяются самые различные доказательства, начиная от таких, ну, достаточно стандартных, то, что компании могут находиться по одному юридическому адресу, пользоваться одним интернет-сайтом и так далее. Также могут применяться какие-то более экзотические способы доказывания. Вот, в частности, для доказательства аффилированности, фактической аффилированности между физическими лицами активно применяются фотографии, скриншоты, фотографии из соцсетей, где люди вместе, например, на каком-нибудь празднике могут быть. Вот, также применяются вплоть до информации о совместных полетах авиакомпаний физических лиц. Такие тоже экзотические вещи сейчас уже в судебной практике используются. Соответственно, поэтому доказательства самые различные. Как эти доказательства, насколько они доказывают фактическую аффилированность, здесь, смотрите, здесь, наверное, речь идет о том, что они судами признаются именно в совокупности. То есть, в чем суть исследования судом и фактической аффилированности, исследования доказательств для признания фактической аффилированности? Суть в том, что суд оценивает ряд доказательств именно в их совокупности. То есть, сам по себе факт того, что акционер компании А и компании Б где-то совместно встретились, и есть фотография, что они сидят за одним столом, это еще не доказательство чего-то. Но если есть, помимо вот этих косвенных доказательств, доказательства общности экономических интересов, что компании действовали определенным образом, и плюс есть доказательства дополнительные, что, например, компании пользуются единым сайтом, например, сотрудники одной компании переходят работу в другую компанию, то вот это уже в совокупности может расцениваться как доказательство фактической аффилированности. При этом, вот переходя непосредственно к судебной практике, которая сложилась, следует обратить внимание на некоторые непосредственно судебные акты, которые сформулировали ряд позиций в этом плане. Можно здесь вспомнить определение Верховного суда 28 марта 2019 года. Это достаточно такое примечательное дело, тоже с точки зрения именно доказательств фактической аффилированности. О чем здесь шла речь? Здесь речь шла о включении как раз в реестр кредиторов, то, что я сказал, одна из самых распространенных ситуаций. Значит, две компании, Еврофинанс и Астория. Одна, соответственно, у нас должник, одна кредитор. При включении в реестр этих компаний арбитражный управляющий доказывал, что они связаны общим бенефицаром. Юридически никакой связи между данными компаниями не прослеживалось. Поэтому суды ниже стоящих инстанций не признали их аффилированными. И суд первой инстанции включил в реестр кредиторов. И суды, соответственно, последующих инстанций также подтвердили включение в реестр кредиторов этой компании. Однако при этом Верховный суд при рассмотрении этого дела указал, что конечный бенефицар, не имеющий соответствующих формальных полномочий, не заинтересован в раскрытии своего статуса контролирующего лица. Наоборот, он обычно скрывает наличие возможности оказания влияния. То есть полное отсутствие какой-то формальной юридической связи, тем не менее, не может быть препятствием для признания фактической аффилированности. И в данном случае то, что конечный бенефицар действительно именно скрывает эту связь, это еще одно дополнительное доказательство. При этом как доказательство наличия фактической аффилированности были признаны действия компаний по выполнению сделки. То, что действия производились синхронно, то, что компании действовали в интересах одного лица, но полностью противоречие экономическим интересам другого лица. То есть в данном случае суд применил не формальный подход, а именно изучил экономическую суть сделок. И изучив вот эту экономическую суть, сделал выводы о том, что данная сделка могла быть совершена только именно вот фактически аффилированными лицами. Другой интересный также вывод был сделан в определении Верховного суда 28 мая 2018 года, где также рассматривалось включение включение фактически аффилированных лиц. И здесь речь шла о том, что также при рассмотрении экономической целесообразности сделок сторона по сделке, то есть тот кредитор, который пытался включиться в реестр по данной сделке, не смог доказать в полной мере целесообразность данных сделок. Вот. Значит, смотрите, по поводу еще важный момент, какие выводы сделали суды в отношении фактической аффилированности, это касается искусственного прекращения отношений при сохранении реальной связи. То есть здесь есть ряд прецедентных решений о том, что, например, развод супругов, если есть доказательства, что при этом сохранялись отношения, развод носит формальный характер, аффилированность не пропадает. И аналогично в корпоративных отношениях, аналогично разводу, то есть выход одного лица, например, непосредственно перед сделкой, оспариваемой или сделкой, о которой идет речь в суде, из состава учредителей, и замена его на какого-то номинального учредителя, на какую-то, может быть, компанию сомнительную, также не прекращает аффилированность. Говоря о выводах, следует сказать, что судебная практика сформировала ряд критерий. Фактическая аффилированность – это общность экономических интересов и, прежде всего, и заключение сделок на недоступных другим странам условиях. Также нужно вспомнить, что действительно это формальное прекращение лицами отношений, развод, выход участников не всегда является стопроцентным доказательством отсутствия фактической аффилированности. Но, тем не менее, как мы считаем, здесь можно еще достаточно много рассказывать, но мы считаем, что на сегодняшний момент не до конца все-таки еще проработаны все моменты в судебной практике по этому вопросу. И, наверное, она будет развиваться в отношении данного правового института, и какие-то новые нормы еще будут появляться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!